Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня я продолжаю проходить Героев Меча и Магии 5. Я продолжаю проходить кампанию за эльфов, кампания называется Арейнджер, защита чести и родины. И сегодня у меня четвертая миссия, Архипелаг. Давайте начнем, сложность не меняем. Кампания Лесного Союза, Архипелаг. Теперь, когда Сайру стала надежно защищена армией и учениками Файдаэна, последнему ничего не мешает отправиться на остров Туманного Дракона и встретиться с Тиэру, чтобы узнать об опасности, угрожающей всему миру. Вот оно как, да? И мы можем выбрать танцующий со смертью 10 штук, 8 мастеров лука, либо 4 друидов. Ну, на самом деле... Давай друидов попробуем. Туман, Сизы и Воды Бескрайние укрывают Тиэру дом, артефакты эльфов, древние, говорится в легендах. Укуси меня, пчела, да? Это та самая миссия, в которой нам не дадут города. Любимая неделя детей. В улях получается в три раза больше меда, чем обычно. Ух ты. А как себя заплыть на корабле, типа? Причём с этой стороны мы не подплывём, с другой стороны надо подплывать. Весёлое здание. Весело здание начинается. Но остров Тиэра вряд ли точно такой же, как был в компании за... А за демонов, хотя, может быть, и такой же. Источник вечной молодости сразу же посещаем. И здесь можем либо уйти в подземелье, либо... Куда идти к феям. Феи хотят присоединиться. Класс. А что у нас вообще есть? Надо было лучников брать, да? Лучников-то у меня и нету. Артефакты сохранили. Точнее, дали артефакт. Смотри-ка. Сапоги путешественников. Увеличивать дальность передвижения героя по земле. Видимо, здесь нам придётся очень много бегать. Ладно. Харам магического касания. Заклинание третьего уровня. Рассеянность. Старые обломки. А вот здесь я что увидел? Потрёпанный галеон. Корабль так стар, что трудно сказать, чем он когда-то был. Возможно, это останки галеона. Несмотря на прошедшее время, судно всё ещё можно... А, всё ещё может хранить что-нибудь ценное. Однако, будьте готовы, что вам придётся рожаться со стражей, если хотите что-то с неё получить. Интересно, азбут в этом здании как-то подгонять? Во времени, я имею в виду. Или же мы сможем спокойно бегать, исследовать и... На самом деле, сейчас так и задумался. У нас настолько маленькая армия, что мы особо-то побегать не сможем. То есть, вероятно, мы будем встречать строения, в которых сможем нанимать армию, но... Так... Но, 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 у нас и денег-то нет, поэтому берём из сундуков деньги. Черти, очень низкие. Присоединяться. Они к нам, естественно, не захотят. Что-то 40 опыта. Забираем костёр. Шесть дерева, шестьсот монет. Ну, здесь прям просто. Дорога прямо, да? Идёшь прямо, никуда не сворачиваешь. Кристалл откровения и танцующий с клинками. Давай к танцующим с клинками. Может присоединяться? Ну, да. Вот здесь есть такой проход ещё по пещере. Костяные воины. Сотни. Вообще никакой опасности. Никогда не представляют, по-моему. Ну, если это, конечно, не лученьки. Не костяные лученьки. Но пока что-то как-то всё очень спокойно, на самом деле. Пять тысячи у меня уже в кармане. Нету вражеского героя. Мы тут, похоже, одни. Ну, и это, в принципе, радует. А у нас есть заклинание? Да, у нас есть заклинание вызова корабля. Если что, мы сможем им воспользоваться. Собираем армию. Собираем денежки. Ну, опыт мы и так получим. Дальность передвижения увеличена. Танцующие со смертью. Ох, то здесь маги, да? Очень низкая угроза. Но это, наверное, не совсем так. Площадка боевого танца. Да, давай, нанимай. Вот и первое сражение в этой миссии. Мне очень плохо. А у меня есть существа, которые могут, в принципе, танковать. Наверное, вот этих вообще уберем. Они тут, в принципе, бесполезны против магов. Вас мы поделим. Друидов, наверное, тоже поделим. Надо их как-нибудь так поставить, чтобы... Он не задел их огненным шаром. Так. Да, давай попробуем так сразиться. Убили всего одного. Чальника. Так, не, не нужна мне каменная кожа. С молнией урон. 42. Давай, молнии. Еще 40 хп у него, да? Так. Одинная глыба. 144 урона. 44. Ускорение нам сейчас, к сожалению, не поможет. Святое слово. 150 урона. 152 даже урона. Чуму можно наложить. А сколько чума наносит? 88. Мне маловато. Стане фантома нам вряд ли тоже поможет. Давай. Давай, святое слово. Не пожалеем. 68 хп. Один останется. Один останется. Принет фаерболл. Убьет четырех лучников. Ладно. Окей, сойдет. Здесь все-таки кристалл откровения, которое сто процентов надо посетить. Что, типа маня? Ну, можно и восстановить, кстати говоря, ману. бой без потерь. Как-то все очень тихо, по крайней мере, пока. На рекахтан, конечно, начнется в определенный момент. А, нифига себе, такой пригорок, который надо оббегать аж. Соединяем фей. Армия вроде как растет потихоньку, да? Занятно, кстати говоря, то, что сейчас здесь нету магического тумана, а именно на воде. То есть, мы вроде как можем... Или он и есть. Что у нас вообще по зданиям? Найти Тиэру? И Файдайн должен выжить. Плюс есть дополнительное здание, собрать древние артефакты. Одна из легенд об острове Туманного Дракона рассказывает о том, что здесь были спрятаны многие древние артефакты. Раздельского Тиэра вы должны попробовать найти эти артефакты, так как они могут помочь Файдайну в войне против нежити. Файдайн не нашел древние артефакты. Окей. Сандук, кстати, пропустил. Неделя крысы. Любимая неделя котов. Кстати говоря, можно было еще фей забрать, да? Но для этого надо было вернуться. Ладно, не будем этого делать. Терять лишний день. Пусть, если что, копятся там юниты. Если прям все будет плохо, мы вернемся. Так, ну и здесь в принципе все. Возвращаемся в подземелье. Вампиры. Вампиры. Ну, угроза вроде как очень низкая. Без потерь. Тысячи опыта дают, но до уровня ему там, мягко говоря, дофига, да? Да, тридцать тысяч, даже. Вот, двадцать восемь тысяч ему нужно опыта. Беру пока деньги. Доль мент знаний. Ну вот, еще опыта халявные. Плона ледяных объятий. Усиливается заклинание с действием замораживания на 50%. Круто. А это мы, пожалуй, возьмем. Такое прям озеро подземное, кстати. Прикольно. Я радую то, что все существовали с Новосоюза к нам присоединяются. Че у тебя по мане? Полная мана. Это, конечно, дополнительный опыт, но это опасный опыт. Можно потерять лучников или еще кого-нибудь. Ах ты, блин. Какие архимаги, кстати говоря. Мастерская боевых машин. Вот это, конечно, не круто. Семь и девять. Давай вручную. Девчат, наверное, уберем. Один, интересно, не будет стоять вообще. Давай вот так. Да. А, у него инициатива. Охренеть у него инициатива. А че он такая высокая-то? Он сейчас фейрбуру пыльнет. По-любому. Ну да, минус девять лучников просто. Ну, лучше, чем у бота, но все равно плохо. Давай, наверное, сначала вот сюда сходим. Здесь дома на деревьях есть. Наймем еще армии. Так. Девять. Пять колосов было, да? Без потерь, мне кажется. Можно их раскидать. Даже несмотря на то, что они такие же лучи. 33, 41. А так 140. 40. Так, давай карающий удар. Означительно повысим урон. Так. Обожди пока. Скорее, неинтересно, поможет вообще, нет? Ну, как-то так. Даже ускорение, в принципе, не нужно было. Дриады. Хотят присоединиться. Так, а что у меня здесь? А, вот лучники. Вот солнышки растут. Вот солнышки растут. Фантомы. И еще 7 лучников. Кстати говоря, к концу недели мы сюда подошли. О, здесь дерево, да? Старейшие селаны. Это старое живое дерево может за небольшую плату или бесплатно повысить уровень героя. Слушай, круто. Ваш герой встретил старейших селаны. Старое дерево бесплатно повышает уровень вашего героя. Уууу, это круто. Можем взять ливень и стрел. Умение позволяет рейнджера атаковать всех вражеских существ, которые представлены в списке закалятых врагов. Герои наносят им плюс 3 урона от своего нападения. А вот это на самом деле проблема. У нас нету города. Мы не можем выбрать заклятых врагов. И способность вообще бесполезная. Тайные знания. Для всех заклинаний количество затрачиваемой маны уменьшается на 20%. Блин, ну тоже такое себе. Типа нам хватает маны. Причем до конца боя обычно. Ну давай ливень и стрел. Может пригодится в следующем задании тогда. Потому что снижать стоимость заклинаний для него мало смысла. Потому что мы один раз пробафали всем. И дальше уже накидываем обычное заклинание. И у него ни разу за всю игру пока не кончилась мана в бою. Почему мне из удачи ничего не падает? Почему мне ничего не падает из боевых машин, например? Ну ладно. Дождемся. Начало следующей недели. Наймем еще 7 лучников. И пойдем дальше. Неделя попрошаек. 12 тысяч у меня в кармане, да? Ну, на боевые машины должно хватить. Ой. Паранджирок шас. Ну, хотя у нас такая армия. Это вот как ты умудрился. Давай ручками. 4000 опыта создали. Камни, камни. Поставить вас надо как-нибудь так, чтобы вы... Шахта такая, кстати, забавная такая. Так. Хотел их поставить как-нибудь так, чтобы не получилось сломанной стрелы. Но, похоже... А, не каменно, их не ужалить. Хорошо. Похоже, если в любом случае будет сломанная стрела. Да, на всех. Ну, давай фокусить по одному отряду, который вот ближе к тебе, наверное. Ну, еще и повезло. Так, на какую кнопку? На D. Действительно, периодически отрезать. 45-6. Да, сурки гораздо больше у тебя урона сейчас получается. По всем одинаковый урон. Он безразный вообще. Так. Классика. Че, окрающий удар. Пошли выдвигаться, да? Какого будем следующего фокусить? Вопрос. Наверное, вот этот вот отряд. Который может к дрядам подойти. Тартные отряды пока стоят, отдыхают. А, давай ускоряться. Нам сейчас неплохую пользу сыграет. Ну, и божественную силу. 8, 9. О, у него, к сожалению, нет, да? А что мы еще можем уложить? Каменной кожи смысла нету. Разрушающий луч, телепорт. Фантома. Слушай, точно, что мы же фантома можем создать. Все время забываю то, что у него есть это заклинание. Как-то так. Забираем боевые машины. Теперь фантома почти непобедимы на самом деле за боевыми машинами. Потому что они у него вкачаны. Ополченцы. Фактория позволяет героя покупать или продавать ресурсы. Не будем пока ее посещать. Не знаю, что он меня ждет. Потребуются ли мне вообще вот эти ресурсы. Есть подозрение, что нет. Поэтому поставили факторию. Чтобы типа я поменял их на деньги. Но я пока не буду. Вдруг все-таки мне город дадут. Надежда уж умирает последней, правда? Хотя в моем случае она уже умерла. О, хорошее строение. Форт на холме. Позволяет там улучшать существ в армии героя. Обязательно к посещению. Но видимо уже завтра. Там, кстати, демоническая территория еще есть. Тут Тиера балуется и с демонами. Ну да, мне надо, видимо, ресурсы менять на деньги. Потому что денег здесь реально понадобится много. За Файдайном уже особый след следует. Потому что он очень силен. Карта вроде бы небольшая. Но, блин, по морю я не путешествовал. Ох ты. Лечи. Здравствуйте. Ненавижу их. Угу. Слушай, ладно, давай выставим вот этих ребят тоже. Даже, наверное, их поделим на два отряда. Может быть, что-нибудь у нас получится. Надеюсь, у него не очень высокая инициатива. Поставлю как-нибудь их так подальше всех. Не хочу высокая инициатива. В этом все и проблема, да? Да. 19. Сколько восемь воскресит? Уж фантом успеет ударить, интересно, нет? Ужахнуть магией лучше. Что будешь наверняка. Да, давай магией. И там баллисты их добьет уже. Хотя можно и этими ребятами добить. 11. Неприятно, конечно, но не критично. Ах, а что тут стоите? Хотите присоединиться? Сторонний портал. И в данном случае это выход. Где вход? Давайте-ка я сделаю хороший сейв хоть раз в этом здании. Потому что мало ли что нас ждет. Может из этого портала выйдет демон? Или там сам Маркел? Ах ты, башня Марлетта. Плюс одно к защите. Много есть, кстати, таких строений. Прямо я смотрю. Так, танцующие умирают каким-то макаром. Не должно быть такого быть. Сейчас мы вас еще раз поделим поровну. Наверное, подальше вас поставлю. Они не рвались особо в бой. У этих существ почему-то у всех очень высокая инициатива. Это странно, по-моему, нет? Жаль, тих, нельзя. Жаль, тих, нельзя. Жаль. Прям к ним и пошли, да? Хорошо. Давай, карающий удар сразу. Тут прям было очень больно. Почему-то везде сломанные стрелы. Ну, давай. Пахну. Не столь мне важно. 5-7. А если я жахну так, всего лишь 3, да? Маловато. Так, попробуем, но чуть позже. О, не плохо. Драконы костяные. Да блин, как так-то? Алло. Я же, конечно, понимаю, то, что их там дофига, но не настолько же все-таки. Так, пока в оборону у вас. Убирающий удар, естественно, в первую очередь. Божественная сила. Слушай, а что божественная сила дает? Она как-то интересно действует. Ладно, буду почитать, короче, еще раз описание. Так. Вы стоите и ждете. Одушевляет все-нибудь там. Заклинать помогает дружественным существам сражаться с большей отдачей, увеличивая значение минимального урона, который может нанести отряд. Время действия определяется колдовством. Минимальный урон увеличивает. А карающий удар под воздействием заклинания существо впадает в ярость, увеличивая силу их атаки, заклинание действует на все отряды. Но слушай, оба есть смысла применять, так что не совершал в этом плане ошибку. И оба дают пользу. Ох ты, блин, как мы их аннигалировать-то стали. Еще и баллисте повезло. Файдайн может своей стрелой прям с семерых пронзить. Окей, пять пешопа, кстати говоря. И без потери. Лагерь наемников. Плюс один к нападению. Учеников чисто ради опыта убьем. А сколько ему, кстати говоря, опять-таки до левела? Десять. Десять тысяч опыта еще. Ага, сюда мы можем зайти только через драконов. Понимаю. Хорошо. Плоховастенько. Опять огроменная инициатива какого-то лешего, да? Блин, я бы их куда-нибудь спрятал. Но их прятать с собой некуда. Черный дракон долетит точнее всего. А, не захотел лететь так далеко. Интересно. Так, вот этих двух. Начало черных. Этого мы вообще фактически не боимся. Карающий удар, естественно, прежде всего. Один на один. Не, пока подождать. Один, один, один. Если шипы. Тоже по одному. Как это так? Как это так? Блин, как-то все просто. Даже немного скучно. Неделя ворона. Неделя, когда проводится состязание на лучшее пугало для ворон. Ну, это мы знаем точнее всего. Ну, да, конечно. Вряд ли нас тут чем-то удивят. Зеленое болото. Земли нежити. Старушка живет. Сейчас научит какой-нибудь фигне по-любому. Стоит мне ради нее рисковать, а? Там лечи все-таки. Даже не буду переигрывать, наверное. У них высокая инициатива. Так, делаем сейв. К несчастью, видимо, больше ничем не может там помочь. Понимаю, ничему она значит не научит. Ну, и ладно. Мне что-то, наверное, и хотелось. Все, я же собираю золото. Готовлюсь к какой-нибудь фигне. Блин. Нет, давай ручками. Надеюсь, у них нет опять высокой инициативы, как они это любят делать. И спрячем вас куда-нибудь вот сюда, чтобы они не могли прям подбежать напрямую. Но инициатива у них просто огромная. Понимаю. Ну, вас жалить можно. По крайней мере. Так, давай, карающий удар. Друид должен сам себя защищать. Два кошмара они должны вроде как купить одного друида. Сколько у него брони? 28. Хотя, как повезен, да? они могут вот сюда побежать в любом случае. Пожалуйста, повези. Во. заколдованная стрела. Умение, которое позволяет рейнджеру зачаровать свои стрелы. После выстрела рейнджера ливень и стрел или обычная атака героя цель получает рон не только от попадания стрелы, но и это заклинание, которым последняя зачаровано. А на эти заклинания расходуются маны героя. 10 умений продлится до конца схватки или пока у рейнджера не закончатся маны. Мана. Нет. Такое себе для нас катапульта. А умения, которые позволяют управлять катапультой вручную. К тому же она получает один дополнительный выстрел. Если в бою тележка с боеприпасами была уничтожена, то после сражения она будет восстановлена. Ааа. Типа это и на тележку и на катапульту один талант. Типа тележка просто останавливает и катапульта становится сильнее. Окей, давай берем. После этого думаю, с Адарин у нас вообще не будет проблемой. Ох ты, какое тут жерло-то. Демонессы. Ладно. Две вриады. На такую жертву ради планетария я готов пойти. Ах ты, а вот этот уже плохо. окей, окей, на такой размен согласен. кулон мастерства дарует герой дополнительный уровень к основному навыку. Этот уровень даруется даже если герой имеет навык высшего уровня. Архидьяволы. Неприятные твари, но мы без потерь отыгрываем даже бот там. Давай. Наденем его. А что он нам дал? Погоди. Основной навык. Какой навык основной? Нападение? Неважно. Наверное. Сильнее стали и ладно. И будь доволен этим, да? Блин, море хочется исследовать на самом деле. Изначально я не вышел в море, потому что у меня мягко говоря была маленькая армия, а сейчас Федайм достаточно силен. То есть он вполне может выйти в море и там пособирать ресурсы, полутать вот эти гален ионы, которые брошены в море. Неделя кита. На этой неделе киты танцуют и упрыгивают из воды и пускают фонтаны. Попробуйте найти их. Интересное предложение. Ну, по крайней мере, здесь я их не вижу. Ладно. Камера надо как-то поставить. Как она должна быть по молчанию? Ну, а, я туда шел, да? Стретил лестницу и пошел наверх. Мана у меня полная. Колодцы посещать смысла нет. Султаны джинов нейтральные. Ну, завтра поймем, насколько они нейтральные. рожатся они, конечно же, будут. Их много, и у них хорошая инициатива. Но их можно жарить. окей. Ну, спасибо. Бафайте друг друга, да? Слушай, он больше убьет. Причем гораздо больше. Если ему повезет, тогда то им вообще будет больно. Так, а давай. 5, 7, 10, 15. Снятие чар. Давай караешь удар для нас все-таки будет полезней. Забаф он и говнюк. Поэтому он такой же лучший, блин. слава. Ах ты. Неплохо. Очень неплохо. на шестой уровень да ладно будем брать золото это пять тысяч можно было пять тысяч не давай опыту же будем брать 27000 кармане я думаю мне этого хватит я достаточно к жадный хочу побольше денег чтобы иметь побольше армию но что-то не подсказывает то что сейчас надо жадничать но с другой стороны здесь есть кап левел вряд ли смогу бы дальше 20 подняться на этом в этом здании а это 40 40 тысяч до кап уровня то есть в принципе получу и так портал который мне вернет ладно давай золото брать все-таки давай кормить свою жадность приятная карта в плане прокачки потому что много таких строений которые дают постоянный бонус плюс один к нападению есть опять-таки плюс один к знанию героя и просто бегом на самом деле качаемся ну и плюс файдента достаточно сильно вкачан он не страдает от таких вот нейтральных отрядов ну когда я говорю не страдает и имею да не теряет войска кстати грян был по стиле да да ладно так все идет без потерь и стал откровения плюс один к знанию еще больше маны так как мы не знаем как-то пройти до а вот отсюда запутано сколько у тебя ман не хватает 10 единиц ладно не будем посещать колодец лишний шаг тратить отсюда сходим эти ребята точнее все к нам присоединяться до танцующиеся смертью лучники земные элементария на них обычно низкая инициатива поэтому их бояться не стоит надо воздушный элементария башня марлета есть реально очень много строений которые бафают на постоянку неделя антилопы любимая неделя львов вот на неприятные обычно но мы без потерь давай 50 на 50 брать вся сундуков на золото 50 50 половина сундуков на золото половину на опыт как-то так а а ну а ручками потери что новое обычно играем без потерь слушай их же можно жалить да их можно жалить неприятные же очень твари конечно а нет я нажал или нажал на защиту не нажал окей даже с руки можно добить эту подобию а танцующимися пинками было на и так неплохо так плюс 2 кто падению конечно же и ненавистным не лечим три танцующихся смерти окей переигрывать не буду на такой обмен согласен гидры просто все зачищаем на самом деле без без какого-либо сопротивления а вот это вот неприятно давая ручками что-то прям вы сильно пострадали шка близко их ставить не стоит друг другу вот как нибудь да тут как-то так прямо не поставишь особо их аккуратно ладно ставим вот так не лучшенького делить не буду нету смысла жаль этих нельзя очень жаль это было очень неприятно а а и можно переиграть очень не хочу терять ряд в таком количестве они очень сильно на самом деле помогают лучше лучше конечно кого не терять но мы кого-то в любом случае потеряем в этой битве 18 драконов это сильно он охраняет лук из единорога там бот там бота еще больше потери конечно сюда они вроде как не смогут долететь сразу у нас есть немного времени попробуем ускориться наверное для начала у них и так конечно с маленькой инициатива у драконов но скорее мне кажется нам чуть больше поможет там плане и и и и и и Продолжение следует... Сколько у вас скорость? Девять. Ну, он вот этих, точнее всего, поджарит. Либо же лучников вместе с друидами. Надо тоже удамажить, поэтому... Можно, конечно, попробовать его отвлечь. На вот этот вот отряд. Попробовать его вот сюда вот заманить. Я сейчас сомневаюсь, что это сработает. Пошел на этих ребят. Так, что наложено? Карающий удар наложен, ускорение наложено. На них ничего абсолютно не действует. На драконов. Давай божественную силу. Надо снять с них отпор. Плохо, ему еще повезло, да? Плохо. Продолжение следует... блин воскрешение хочу хочу воскрешение которое файдайну так и не выпало говоря можно было еще фантома стать я опять про него забыл 48 ждем тогда пока пока придет ход палатки воскресим наверно лучников ну и теперь можно добить этого дракона неприятные потери конечно очень приятные нам налог единорога а уничтожают штрафы за расстояние для всех стрелков в армии героя все лучники теперь стреляют без штрафов а древние артефакты я так и не нашел то есть это не считается древним артефактами печальника и знаете что давайте наверное я закончу на этом эту серию в следующей серии я думаю я да и следую этот остров эту карту а и мы найдем уже теру а сегодня там все я надеюсь вам понравилась эта серия я надеюсь вам нравится прохождение с вами как обычно был кейн всем удачи всем пока